МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще за полторы тысячи лет до нашей эры древние египтяне в своем медицинском трактате Папирус Эберса описывали это загадочное заболевание как протекающее сквозь человека. Причин называли много, а диагноз ставили опытным путем, пробуя мочу, заболевшего на вкус. Если она оказывалась сладкой, то считалось, что пациент болен. Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, стало ли вам понятно, но темой нашего сегодняшнего разговора будет диабет. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Сколько людей в мире живут с сахарным диабетом? Ожидается к 2025 году 380 миллионов больных с сахарным диабетом. Как питаться, чтобы жить долго? Частое питание малыми порциями. Конечно же, исключение легко усвояемых углеводов. Но сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, Каплиева Марина Петровна, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней номер один с курсом эндокринологии Гомельского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Марина Петровна. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Марина Петровна, по предложению Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно проводится Всемирный День Борьбы с диабетом. Это что, действительно такая актуальная проблема в мире? Сахарный диабет действительно является очень серьезным заболеванием и очень распространенным в мире. Ожидается к 2025 году 380 миллионов больных с сахарным диабетом. Поэтому сахарный диабет считают пандемией 21 века. То есть, наверное, наряду с болезнями современного общества сахарный диабет представляет достаточно серьезную проблему. А как обстоят дела в Гомельской области с этой проблемой? В Гомельской области тоже увеличивается количество больных с сахарным диабетом. На конец прошлого года число больных с сахарным диабетом в Гомельской области составило 44,5 тысячи человек. Среди них, конечно, доминирует сахарный диабет типа 2. Около 3 тысяч больных с сахарным диабетом типа 1. Из них 323 ребенка с диабетом типа 1. Марина Петровна, ну, говоря о сахарном диабете, нельзя не упомянуть об инсулине. Что же это такое за гормон инсулин? Действительно, Алексей, инсулин – это гормон, который вырабатывается в бета-клетках, в поджелудочной железе. Очень важный гормон для организма, потому что он обеспечивает транспорт глюкозы из циркулирующей крови в клетки работающих органов, прежде всего в мышцы, в печень, где происходит запас гликогена, запас сахара для работы и для, в общем-то, как депо сахара в организме. Но важно для понимания сахарного диабета знать уровень сахара в крови. Вот какой нормальный уровень сахара в крови должен быть у человека? В капиллярной крови… Это вот то, что мы из пальчика сдаём. Капиллярной крови, то, что сдаётся из пальчика, и когда анализируется именно цельная кровь, нормальные показатели натощак составляют 3,3-5,5 ммол на литр. Если же в плазме крови определяется уровень… Это то, что берётся из вены. Из вены. Или есть специальные анализаторы, которые отделяют эритроциты и определяют именно концентрацию в плазме. В плазме нормальные показатели чуть выше, и верхняя граница составляет 6,1 ммол на литр. Ну, давайте тогда в начале нашей программы расскажем нашим телезрителям, что же вообще, что это за болезнь – диабет? Сахарный диабет, от латинского диабета «спросеиваю» – это сахарная моча изнурения. И заболевание проявляется повышением сахара в крови или повышением глюкозы в крови. Симптомами такого заболевания могут быть жажда, повышенное учащённое мочеиспускание и изменение массы тела. При сахарном диабете типа 1, как правило, потеря массы тела, похудание, а при сахарном диабете типа 2 – это, наоборот, набор повышения массы тела. Ну, говоря в целом о диабете, да, мы постоянно сталкиваемся с такими терминами сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Вот давайте теперь подробнее расскажем нашим телезрителям, что это за виды диабета и вообще, какие существуют виды и классификации диабета. Диабет действительно многообразен и выделяют по классификации 4 типа сахарного диабета. Сахарный диабет тип 1, его называли диабетом молодых, и он действительно встречается чаще у детей, подростков, но может и диагностироваться у взрослых людей. Диабет тип 1 протекает с повреждением клеток, продуцирующих инсулин, то есть бета-клеток. И при этом заболевании происходит полная гибель бета-клеток и абсолютный дефицит инсулина в организме. Соответственно, без инсулина глюкоза не может попасть в работающие органы, в мышцы, в различные ткани, поэтому симптоматика развивается достаточно быстро и остро. То есть нарастает жажда, учащенные мочи и спускания, снижается масса тела. Сахарный диабет тип 2, наиболее распространенный в мире, считается диабетом пожилых, однако он так омолодился, что в настоящее время встречается у молодых людей и даже у подростков. И отмечают эпидемию диабета типа 2 у подростков в Америке. Диабет типа 2 связан с плохой чувствительностью тканей к собственному вырабатываемому своим организмом инсулину. И заболевание, как правило, сопровождается повышением массы тела. А вот такие симптомы, как жажда, повышенное мочеиспускание, почти незаметны. Поэтому заболевание протекает незаметно и чаще всего диагностируется случайно. Есть еще разные специфические типы диабета. О них можно много говорить, и, наверное, наша программа сегодня не позволит остановить и охарактеризовать каждый тип диабета. Это специфические варианты диабета, которые встречаются как генетические дефекты действия инсулина и генетические дефекты действия работы бета-клеток. Это так называемые моди-варианты диабета. Есть диабеты, связанные с другими эндокринопатиями. Например, при повышенной продукции гормонов надпочечников, кортизола, тоже может развиться так называемый стероидный сахарный диабет. Есть строго вирусные типы, строго вирусные варианты специфического типа сахарного диабета, связанные с употреблением различных лекарственных препаратов. И выделяют еще четвертый тип диабета – это гестационный диабет. Это все нарушения гликемии, то есть все виды гипергликемии, которые выявляются на фоне беременности. А после родоразрешения происходит реклассификация типов сахарного диабета. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям о причинах и факторах риска этого серьезного заболевания. Если говорить о диабете типа 2, диабет тип 2, который наиболее распространен в мире, то, конечно же, причинные факторы прежде всего связывают с генетикой и воздействием некоторых средовых факторов или факторов образа жизни. Генетические факторы для диабета типа 2 многообразны, полигенные заболевания. А вот средовые факторы, то есть образ жизни, конечно же, это прежде всего гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Это нерациональное питание с преимущественным потреблением, избытка калорий в вечернее время. И можно говорить о многих других факторах, в частности, о качестве питания, об эндокринных дизрапторах, можно говорить о вредных привычках. Все это, конечно, влияет на увеличение распространенности заболевания сахарным диабетом типа 2. А вот сахарный диабет тип 1, который считается аутоиммунным, тоже имеет генетическую детерминанту, и его достаточно сложно проследить. Он не имеет семейной распространенности, семейной встречаемости, но, однако, стрессы, частые вирусные заболевания приводят к дефекту иммунной системы, к дефекту защиты бета-клеток и могут привести к возникновению сахарного диабета типа 1 у предрасположенных лиц. Ну, скажем так, о причинах, о классификациях сахарного диабета мы уже поговорили. Давайте же расскажем нашим телезрителям о том, как вот в обычных условиях, может быть, даже без каких-то специальных приборов, просто дома понять, что у человека есть проблемы с углеводным обменом. Мне хотелось бы разделить вот диабет тип 1 и диабет тип 2. Диабет тип 1, как правило, проявляется вот такими симптомами, как жажда, учащенное мочеиспускание и снижение массы тела. И, как правило, диабет тип 1, конечно же, требует обращения к врачу и определения уровня сахара в крови. И, как правило, такие случаи диагностируются достаточно рано. Я хочу сказать, что за последние 20 лет большой прогресс в выявлении диабета типа 1, потому что ранее диабет тип 1 чаще всего выявлялся в коме, то есть уже когда происходила потеря сознания. В настоящее время диабет тип 1 выявляется достаточно рано, когда пациенты, в общем-то, самостоятельно обращаются к врачу и поступают в эндокринологическое отделение, а не в реанимационное чаще всего. Что же касается диабета типа 2, то он протекает настолько незаметно, что в большинстве случаев пациенты даже не могут заподозрить о том, что у них есть диабет. На что следует обращать внимание? Если идет прибавка массы тела с развитием абдоминального ожирения, то есть живот появляется, и в семье есть случаи сахарного диабета типа 2 у кровных родственников, то есть независимо дедушки, бабушки, родители, тети, дяди необходимо контролировать или мониторировать уровень сахара крови хотя бы один раз в год. Марина Петровна, ну вот продолжение нашего разговора. Такой совершенно жизненный случай. Недавно позвонил знакомый, который никогда раньше не болел сахарным диабетом. Вот в семье они купили глюкометр. Он говорит, слушай, ну вот у меня глюкоза-то 12, что делать-то в данной ситуации? Как вы можете прокомментировать такую ситуацию? Действительно, Алексей, диабет тип 2 чаще всего выявляется случайно. То есть когда пациенты проходят медицинский осмотр или, например, оформляют документы на санаторно-курортное лечение и случайно определяют повышенный сахар крови. Вот как и у вашего знакомого произошло случайное выявление достаточно высоких показателей глюкозы крови, что потребует, конечно, обращения к специалисту, диспансерного наблюдения и, конечно же, прежде соблюдения правил образа жизни. Марина Петровна, ну а какие методы диагностики используются в современной медицине для выявления этого заболевания? Для выявления сахарного диабета используется определение уровня глюкозы в крови. Как для диабета типа 1, так и для диабета типа 2. Глюкоза крови может определяться натощак, и это тоже один из обязательных тестов, и определяться после еды, так называемая постпрандиальная гликемия. Кроме уровня сахара крови используются различные тесты. Например, глюкозотолерантный тест – это тест с нагрузкой глюкозы, который позволяет выявить не только манифестный сахарный диабет, но и латентные формы диабета, или так называемый предиабет, который сейчас включен в клиническую диагностику как мозологическая форма. Ну да, действительно, я воспоминаю, что когда я учился в медицинском университете, на физиологии группа на мне ставила действительно тест, там надо было пить сладкий сироп и сдавать кровь, каждая там, по-моему, часы, насколько я помню. Так, глюкозотолерантный тест проводится по специальной методике и позволяет верифицировать и сахарный диабет, и нарушение углеводного обмена, так называемый предиабет, что является, в общем-то, целью. Ранняя диагностика является целью при введении сахарного диабета типа 2. Чем и как мы лечим сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа? Сахарный диабет тип 1 требует заместительной инсулинотерапии. И это позволяет пациентам жить, практически не отличаться от людей без диабета, то есть находить себя в профессии, заниматься активной деятельностью. Кроме инсулинотерапии требуется и соблюдение рекомендаций, так называемого образа жизни диабетика. Конечно же, это режим питания и это физическая активность. Это обязательно в комплексе лечения диабета типа 1. Обязателен самоконтроль. Обязательно определение уровня сахара крови у пациентов перед инъекциями инсулина. Подсчет количества съедаемых углеводов и ведение дневника диабетика, так называемого дневника диабетика. Сахарный диабет тип 2, если выявляется достаточно рано, может курироваться изменением образа жизни, и это является первым шагом в лечении сахарного диабета типа 2, и который должен соблюдаться пожизненно. Изменение образа жизни. Это режим питания, частое питание малыми порциями, конечно же, исключение легко усвояемых углеводов и обязательная физическая активность. Также назначаются препараты, которые регулируют уровень сахара крови. И здесь есть препараты, которые употребляются в таблетированных формах, повышают чувствительность к собственному инсулину. Периферические ткани должны распознавать и чувствовать собственный продуцируемый инсулин. Это одна из первых групп препаратов, которые назначаются при выявлении диабета типа 2. Также назначаются препараты, которые стимулируют или подхлёстывают бета-клетки на повышенную продукцию инсулина, собственного инсулина в организме. В настоящее время фармацевтическая промышленность разрабатывает огромное количество препаратов для лечения сахарного диабета, ведь это пандемия 21 века. Поэтому есть препараты, которые мягко стимулируют секрецию инсулина, уменьшают распад инсулина и заместительная инсулинотерапия, к которой, конечно же, неизбежно приходят диабетики, но важно, если соблюдать образ жизни, прийти к инсулинотерапии раньше или позже. То есть всё зависит, наверное, от того, насколько пациент соблюдает рекомендации, насколько он сам правильно стремится к тому, чтобы вести здоровый образ жизни и быть без осложнений сахарного диабета. Марина Петровна, говоря об образе жизни, в частности о диете пациентов с сахарным диабетом и с риском развития сахарного диабета, надо же обязательно сказать, что можно, а что нельзя кушать таким пациентам? Безусловно. При сахарном диабете рекомендуется здоровое питание. Именно здоровое питание. Первая рекомендация – это исключение легко усвояемых углеводов. То есть исключаются чистые сахара – мёд, конфеты, варенье, сахар. А остальное, в принципе, всё можно пациентам есть. Но кратность питания должна быть 5-6 раз в день. То есть это должны быть небольшие порции для того, чтобы экономить секрецию собственного инсулина. Обязательно ограничение жиров, даже исключение жиров для того, чтобы контролировать массу тела и предупреждать другие, связанные с сахарным диабетом, другие заболевания в метаболическом синдроме. И, конечно, считать углеводы. Углеводы нужны. Углеводы для диабетиков очень полезны. Нужен и фруктовый компонент, который мы чаще всего и не выполняем. Фрукты должны употребляться от 300 до 500 грамм в день. Казалось бы, это 2-3 яблока в день. Но это должно быть ежедневно, и это должно быть распределено в течение дня. Это очень важные моменты, которые необходимо контролировать. Пищевые волокна, которые содержатся и во фруктах, и в овощах, они защищают и сосуды, они способствуют оздоровлению кишечника, они способствуют и хорошему состоянию кожи. В общем, здоровое питание с ограничением легко усвояемых углеводов и жиров и контролем или подсчетом хлебных единиц. Спасибо вам за замечательные ответы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Каплеева Марина Петровна, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней номер 1 с курсом эндокринологии Гомельского государственного медицинского университета. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». «Диалог о здоровье»